15 апреля в Красноярске пройдет Всероссийский литературный фестиваль Куб. Вот так масштабно. Что ждут гостей фестиваля и чем похвастаются организаторы, об этом поговорим сегодня с нашей гостьей, директором Дома искусств Татьяной Шнар. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, расскажите, что это за фестиваль и почему такое интересное название Куба? Фестиваль проходит в Красноярске уже в четвертый раз. Куб – это аббревиатура, расшифровка от книга «УМ. Будущее». Ух ты. То есть, да, мы в такую все-таки идею вложили, что основа литературного творчества – это книга как результат. Для того, чтобы ее написать, требуется как минимум еще и ум. И, конечно, те мероприятия, которые мы делаем для молодежи, для подрастающего поколения, то есть те, которые направлены уже в наше светлое будущее. Что ждет нас и вообще участников, и, может быть, зрителей каких-то таких в этом фестивале? Вообще для кого он? Ну, открыли мы, так скажем, в преддверии фестиваля вчера прошла творческая встреча с Виктором Ерофеевым. Пока еще он в Красноярске, но вот уже буквально ждет своего вылета в Москву. Приедет у нас более 30 писателей, если будет точно 33 из различных регионов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Екатеринбург. И Сибирский федеральный округ в этом году представлены действительно как никогда практически все города Сибирского федерального округа мы получим у нас в гостях уже в виде писателей, поэтов, либо писателей. На кого направлен? На самом деле все мероприятия имеют свою как бы определенную какую-то целевую аудиторию. Есть молодежные форматы, как арт-моб, ночь поэзии, слэм и поэтические. У нас впервые в Красноярске будет представлен проза слэм. Есть форматы, которые больше подойдут начинающим писателям независимо от возраста. Вот как статус просто начинают писать. Это литературные семинары, которые в этом году обширная программа по поэзии, по прозе. По поэзии два семинара ведет Нина Ягодинцева, Юлия Белохвостова, Герман Власов. А прозу уже, можно сказать, традиционно ведет Роман Сенчин. К нему присоединятся Михаил Стрельцов и Даниэль Орлов. И для начинающих как раз авторов, для прозаиков, будет вести семинар Алиса Ганиева. Она сама литературовед, критик, писатель, лауреат премии дебют. И вот как раз Алиса будет рассказывать о том, как же начинать и с чего начинать. Участники уже заявлены? То есть уже попасть со стороны не получится? Попасть можно будет только как зрителям, как слушателям. Да, потому что на семинары можно. На семинары можно еще попасть. А вот, конечно, стать участником фестиваля уже невозможно. Сверстана программа, определены площадки. В этом году за неделю пройдет 79 мероприятий на 29 площадках города и края. Помимо Красноярска мы представим еще наших гостей и в Девногорске, и в Сосновоборске, и в Железногорске, и в Заозерном, и в Зеленогорске, и в Ачинске, и в Назарово. Очень хорошо. А сколько по времени будет проходить этот фестиваль? Фестиваль проходит неделю. Традиционно он стартует арт-мобом «Книжный куб». Так как символ фестиваля «Куб» мы выстраиваем из книг на площади мира. Действительно символ фестиваля. И заканчивается опять же фестиваль традиционно церемония подведения итогов конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского. То есть выявляем лучших авторов в Сибирском федеральном округе. И впервые в этом году появилась номинация «Видеопоэзия». Дань году российского кино, синтез искусств и все-таки как поэзию на сегодняшний день видят через ракурс видеокамеры. Тоже интересный опыт. Вот думаем, что скоро мы это все уже увидим. То есть это как клипы такие, видеоклипы, где идет стихотворение, сопровождающееся видеорядом. Либо это живое чтение, которое сопровождается видеорядом. А вы знаете, здесь уже авторское исполнение. Потому что по опыту данной номинации, например, в Волошинском фестивале, в Коктебеле, там бывают разные варианты. Бывает автор читает, бывает профессиональный актер читает, бывает действительно создан видеоряд. Кто-то даже умудряется создать анимационный видеоряд. По-разному. То есть здесь уже авторское видение. Вы уже заблаговременно знаете, какие работы будут. Ну, организаторы, конечно, знают. Какие-нибудь, если приоткрыть занавес, есть какие-нибудь необычные работы, которые будут? Я могу сказать, что организаторы-то знают, но я не всегда погружена. И от меня тоже, как от человека, который очень часто контактирует, и чтобы не выдать тайну, от меня сотрудники держат все в тайне, и для меня, для самой очень часто бывает вот таким, ну, озарением, когда я вижу что-то. Поэтому программа очень обширная. Программа будет на многих площадках города и практически во всех районах Красноярска, что тоже удобно, да, для жителей. И с программой можно ознакомиться на сайте дом.искус.24.рф, в социальной сети вам, так скажем, красноярцам тоже помощь, контакт в фейсбук, мы активно везде представлены. Если будут возникать вопросы, то ждем их по телефону 212-48-60. Ну, что ж, большое спасибо за такой полный комментарий. Директор Дома искусств Татьяна Шнар была у нас в гостях. Большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо, хотите еще?